Привет, мои дорогие зрители! С вами Лавстралия. Закон подлости по-другому это не назовёшь. Ну, никак не назовёшь. И сейчас вы поймёте, почему. Смотрите, тут уже потоп начинается. Лавстралия. В Австралии не срачка, так болячка. Видите, там реки бегут по улице. В общем, случается такое нечасто, когда никуда ездить видео не надо делать, а когда весь клинап проходит у нас прямо под окнами. И что вы думаете? Естественно, я никуда в такую погоду выдвигаться не буду. Потому что сейчас вот он приостановился. Тут вообще вот это вот всё. Мы просто сидим, сидим и лежим в облаке. Всё, что народ выставил на улицу, всё это мокрое. Всё это распадётся. Мне, конечно, очень, ребята, жалко. Потому что, вы представляете, это какая была красота. Никуда ехать делать видео не надо. Вот пошёл по улице, прогулялся, и видео готово. И вот такое вот западляно. Всё по уму. Ну, лажа всё же вышла. Ну, смотрите, что творится. Ой, зараза. Ну, чё ж такое? Невезуха такая, непруха. Я посмотрю, знаете, этот, когда, если он вдруг, на сколько-то, ну, минуточку, ничего себе. Вот вам не будет видно. Практически горизонтально летит дождик. Я поеду, попробую снять, ну, хотя бы вот тут вот где-то у нас на улице промотаться. Вообще, конечно, одно расстройство. Я дождалась, пока немножко дождик встанет, ненадолго. Посмотрите, какие облака грозные. И выехала, выехала на поиски клада. Ребят, видео сняла, не знаю, на второй канал, на Элла Австралия. Second hand, поиск клада. Ну, вот сейчас, наверное, где-то час дождика нету. И то, как он накрапывает, то накрапывает, то встанет. Видите, как страшно? Прям небо грозное. Я не могу такие облака снять. Так что, с кладами совсем, совсем плохо стало. Телефон. Вот я когда в Австралию приехала, у меня точно такой же был. Да, в принципе, до сих пор им можно пользоваться. Это что? Это здесь какая-то система замотанная. Только что там... Ой, размоталось. Ага, это спикеры от компьютера. А я-то остановила вам не находки снимать, а остановила я вам джакаранту снять. Вот, посмотрите, какая картина. Машина как невеста. Вся в цветах. Уже очень скоро она цветёт. И будем ждать следующего года. Меня обратно сюда занесло. Я вам здесь видео делала, наверное... Ой, а тут твою дивизию. Нет, ребят, нельзя здесь, наверное, ходить. По-моему, люди только что с травой сделали. Чем-то тут засыпали. Так что хотела подойти ближе. Но хорошо... Хорошо, что вот этот телефон купила. Всё-таки не зазря. Сейчас я вам поближе его сниму. Хотела цветочки показать. Ну вот. Ближе не получается. Колоссальная. Это уже не кактус. Это уже не кактус. Это уже дерево. Вышиной я не знаю. Но... Уже скоро будет двухэтажный дом. Это я. Это я. Узнаёте уже где. Ой, слушайте. Зима крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Кошмар какой-то. Я вот только сейчас Миккиса сказала. Я говорю, слушай, у нас в середине ноября было такое, что и под сорок. И мы тут сидели. Кондиционер включённый был. И дышать нечем было. Даже кондиционер не справлялся. А я приехала. И на улице, вот вы знаете, такое, какая-то сырость. И вот этот не то дождь, не то не дождь. И полдня лил. И я вот теперь вот это вот прикрылась. Вы знаете, что чувствую, что мне так приятно прямо стало. Думаю, нет, надо вам появиться всё-таки. А я даже не хотела это видео ставить. Ну чё? Я ж не могу вас на двух каналах по злачным местам водить. Ну, на этом канале надо какие-то порядочные места показывать. А меня в порядочные не пущают ядрё на корень. Сказано, не пущать. Вот так. О, боже. Ребята, это как называется картина? Я у мамы дурочка? Нет, я уже... Ой, челкнулась совсем. Ну, в общем, нам сказали, что таких, как я, может быть, выпустят 15 декабря. Ещё чтобы у них ничего не поменялось. Ой. Нос чешется. Ой. Ой, ребята, извиняюсь. Да что ж это такое? Пить-то я не пью. Это чё, значит, от кого-то по носу получу, что ли? Ну и так. Так что я приезжаю в район, а там, значит, мне туда нельзя, туда нельзя, вот и туда нельзя, никуда нельзя. В принципе, мне и не надо. Я только хотела, что для вас интересно что-нибудь снять. Ну вот. И... Сами видели погоду. Маленькое видео я всё-таки сняла кое-как. Я его потом залеплю с другим видео. И так что получится. Не всегда, ребята, так получается, что ты поехал, и вот прямо там добра столько, что снимай и не снимай. Я вам говорила раньше, что даже бывает такое. Я могу за два дня пять минут только видео снять. О как! Сейчас, вот видно, пока мы были закрыты, никуда нас не пущали, не пускали. И я смотрю, что видео стало делать тяжелее. Ну а как? Когда все магазины были закрыты, люди сидели, сидели как мыши по домам. Ой, господи. Ну, в общем, будем, как говорится, посмотреть. Откроют, нас не откроют. Потому что у них это всё меняется. Они могут сегодня тебе так сказать, а завтра что-нибудь пойдёт у них. Не так и опять поменяют. Сейчас, ребята, главное, чтобы не как в Австрии. Ой, бай, ой. Там пугали... Всех пугали Австралией. А сейчас я посмотрела, нам вчера сказали. По нашим новостям, что до первого февраля... Я, правда, это не уточняла детали, но вот то, что очень так коротко у нас сказали. Кто не поставит себе, тому, значит, придётся платить или его тогда штрахуяют, или... Это как? Я что-то вот эту не поняла. Да как же столько же места в тюрьме нету. Ребят, я не буду эту тему развивать. Я вас, пожалуйста, когда вы будете какие-то комментарии на канале оставлять, вы вещи своими именами не называйте, потому что Ютуб улетует. Ребят, вы мне... Многие не знают и говорят, а чё ты шифруешься? Ну, как что шифруешься, ребят? Потому что очень многим блогерам, кто очень часто это слово повторяет, или колобук с присосками, или вот это, или... Ну, в общем, развивают тему. А присылают жёлтые значки, так что... Мне-то с вами охота поговорить, а не могу. Не могу поднять ногу, не ногу, а ногу. Всё равно не могу. И мне, что сейчас предстоит, я вот сейчас смонтирую это видео, а потом буду... Поставлю видео с находками. Я всё-таки попытаюсь, я хоть такая уставшая. Знаете, я сегодня в полпятого утра легла. Да что ж это такое происходит? Это... Я разговаривала с Иваном. Уж я шароёжник, а тот всех перешароёжил. Это вообще... Это вообще... Я вам открою маленький секрет. Там, пиши, пропало. Вот вы кто не знаете, мне говорите, Вела-то нам про него последнее время говоришь, да, про Ивана Рыбникова, про дизайнера. Просто, ребят, я смотрю, что он делает, это просто человек может до пяти, до шести, до семи утра сидеть и шить сам. Так что я поздно ложусь. Почему я вспомнила? Потому что вот сегодня в полпятого меня угораздило уснуть. И я не знаю, что со мной реально сломалось. Вот последние, наверное, полгода у меня получается вообще какая-то ерунда. Я, допустим, беру в кровать таблетку или телефон и на сон грядущий смотрю видео. Раньше такого никогда не было. Никогда. Чтобы я во время просмотра чего-то стала засыпать. Нет, вот реально. А тут где-то, наверное, месяц тому назад я заметила. Это вот, знаете, я что подумала. Вот когда, ну там, показывают в фильмах, бабушка сидит, носки вяжет, вяжет и уснула. Вот как? Я думаю, ну как же это можно уснуть? Или там кто-то сидит, телевизор смотрит и уснул. И вот теперь у меня получается. Я смотрю и потом реально раз и провалилась. На одну секунду я глаза открываю, опять продолжаю смотреть. Раз и провалилась. И всё, тогда я уже откладываю, потому что я уже чувствую, я начинаю проваливаться. Всё. Проваливаться начинаю. И потом только я всё думаю, сейчас уже засыпаю. И что-то во мне щёлк. Глаза открываются и пошло-поехало. И пошло-поехало. Слушайте, это же так выматывает. Кошмар какой-то. И я днём сегодня не поспала. И вот не знаю, что у меня получится. Но находки маленькие будут. Вот так что, дорогие мои зрители, вот такие дела. Какие? А я что-то этот... Сейчас похоже на какого-то... Я ж на животе лежу, на какого-то партизана. Господи, прости. Ну, так приятно сейчас укрылось. Так что, дорогие мои, мы с вами увидимся очень-очень скоро. И, как обычно, я вам всем желаю здоровья. Я в каждом видео вам буду желать здоровья. И если кто-то заболел, ребята, выздоравливайте. Пусть у нас, у всех, во всех республиках бывшего Советского Союза, у всех граждан, граждан всех стран, объединяйтесь. Короче, я от усталости, от того, что не доспала, видите, что уже... Городю. Горожу. Нет, наверное, городю. Нет, гаражу. На гаражу это, получается, гараж. Вот ты, блин. Алло, гараж. Ну, в общем, ребят, всем-всем людям на белом свете огромного здоровья. Когда-нибудь мы, наконец-то, вздохнём. Ну, хотя бы... Лишь бы нас опять... Лишь бы не как в Австрии. Ну и вон на. Ну и вон на. Ой-ой-ой-ой. Вы там сами прочитайте на этом, как его... Информацию найдите, что там у них. Это же вообще... Мама... Мама дорогая. Только не так. Всё. Пока. Ну, вот смотрите. Ну, чокнулась. Мне надо выйти в прямой эфир и с вами поговорить. Потому что чё ж это такое-то? Всё с телефоном да с телефоном. Пока.